Слава Суи и Сыны, Святому Духу, Песе, Бог зашубиватый, Узагаванных, Разрешили Вы. Не случайно память полицейских, погибших при исполнении долга, чтут 8 ноября. По православному календарю, это день памяти великомученика Дмитрия Солунского, одного из самых любимых на Руси святых воинов. Большая часть сотворенных им чудес связана с вмешательством в ход военных действий, поэтому святой издревле и почитался как покровитель воинов. Поминальную молитву священники отслужили у памятника погибшим во времена Великой Отечественной войны сотрудникам милиции. Но на этом мемориальном комплексе есть и новые имена сотрудников органов внутренних дел современной России. Очередная потеря произошла три года назад. Погиб сотрудник ОМОНа. Каждый из тех, чьи фамилии, увековеченные на этой стеле в минуту смертельной опасности, остался в верном присяге, проявил и стойкость, и мужество, говорят коллеги. Сотрудники погибли в различных ситуациях, в том числе в неведомственной охране, ранее входившей в состав МВД. Сотрудник при задержании особо опасного преступника, который был вооружен и отстреливался, значит, преследовал его. Это Трунов погиб от пули бандита. Также сотрудники Кунов, Попов, они прибыли на место происшествия по ликвидации вооруженного бандита, но он бывший как бы сотрудник спецподразделения, да, который оказал также ожесточенное сопротивление, они тоже погибли в бою. На поминальную панихиду пришли не только сослуживцы, но и родители, вдовы, дети погибших полицейских. После молебна и возложения цветов они отправились в мэрию. Здесь с семьями встретился глава Сочи Алексей Копайгородский. Забота о семьях погибших сотрудников внутренних дел – это не просто обязанность государства и власти, это наша прямая обязанность и святой долг. Все наши исторические битвы, они всегда были на чьих-то жертвах, но эти жертвы никогда в жизни просто так не погибали, они оставались всегда в памяти, в сердцах, в наших умах и в нашей семье, в большой нашей стране под названием «Сильная Россия». Спасибо вам огромное. И вот сегодня в спокойном режиме мы послушаем каждого, вникнем в проблемы каждого». Свои проблемы и нужды сегодня озвучил каждая помощь. Родным погибших полицейским будет оказана в части жилья, учебы, отдыха, денежных выплат. Под патронажем УВД и администрации города сегодня более двух десятков семей. Одна из них – семья Яровых. Супруг Елены, оперуполномоченный УВД, погиб в 2010 году. Сыновьям тогда было по четыре года. «Если бы у меня была вторая жизнь и спросили бы, Ален, ты как бы ее прожила, я бы выбрала этот путь с этим человеком, с этим мужчиной. Это был достойный человек. Огромная благодарность ему за то, что он в моей жизни был. Это очень тяжело и больно, но мы все-таки сохраняем силы и терпение, растем, идем вперед. Нас не забывают не на праздники, нам всегда прозванивают сотрудники. Огромное спасибо администрации и управлению. Нам не нужно что-то, нужно какого-то грандиозного. Просто внимание, звонок и знать, что мы кому-то тоже дороги. Это очень приятно». Сегодня же на встрече было принято решение создать в Сочи книгу памяти о полицейских погибших при исполнении долга. От родственников ждут лишь автобиографию и фото. Но самое главное заметили вдовы, чтобы в этой книге появлялось как можно меньше новых глав и страниц. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.